Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Еремина Екатерина Константиновна. Я врач-диетолог, терапевт медицинского центра Верба Майер. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, основополагающей. Это основа питания помидотики Франца Ксавьер Майера. Немножечко хочется рассказать об этом прекрасном докторе. Франц Ксавьер Майер – это австрийский доктор, который занимался гастроэнтерологическими проблемами своих пациентов и создал очень стройную методику оздоровления кишечника. Что в основе терапии? Доктор Майер считал, что основа всех заболеваний – это накопление токсинов. Именно для того, чтобы улучшить состояние человека, эти токсины нужно вывести. Что же представляет из себя методика доктора Майера? Это комплексный подход, который включает четыре этапа. Замещение, очищение, обучение и самый главный этап – это уход. К этапу ухода относятся и питание по Францу Ксавьер Майеру. И определенные советы, которые мы даем нашим гостям, основаны на физиологии человека. Давайте немножечко вспомним, как же функционирует наш желудочно-кишечный тракт и почему именно такие советы мы даем нашим гостям, которые приезжают к нам на различные программы. В первую очередь, наша ротовая полость. Очень многие забывают о том, что пищеварение начинается именно с ротовой полости, где происходит измельчение пищи и активное смачивание ее слюной. Именно поэтому, по Майеру, мы считаем, что слюна – это основное лекарство, которое очень важно и нужно. В чем же смысл? В слюне содержится достаточно большое количество жидкой части, до 98-99% – это вода. И лишь небольшая, но очень важная часть – это органические вещества. К которым относятся ферменты, расщепляющие углеводы. Также там содержится вещество лизоцим. Это бактерицидное естественное вещество, которое уже во время приема пищи обеззараживает нашу пищу, предотвращая попадание чужеродных микроорганизмов в наш организм. Очень важное вещество, которое содержится в слюне – это муцин. Это клейкое вещество, которое позволяет формировать комок пищи, который будет проходить через нас пищевод, не повреждая его. Почему так тщательно нужно жевать? То, что мы советуем нашим гостям – это 30-40 раз нужно пережевывать пищу для того, чтобы у нас активно выделялась слюна. Процесс слюноотделения на самом деле не так прост, как кажется. Когда пища попадает в нашу ротовую полость, раздражаются рецепторы, которые находятся на языке. По нервным окончаниям этот сигнал попадает в наш центр слюноотделения, который находится в гипоталамусе. Там он обрабатывается и обратно по двигательным путям направляется к слюным железам. Слюные железы, в свою очередь, тоже обрабатывают этот сигнал и соответственно начинают вырабатывать слюну и сокращаться для того, чтобы у нас началось активное пищеварение. Поэтому так много внимания мы уделяем именно процессу слюноотделения. Что важно? Когда мы отвлекаемся с вами от процесса еды на телефон, просмотр телепрограмм, книги, даже увлекательные беседы, наш мозг не так активно распознает все сигналы, которые мы ему посылаем и соответственно идет хуже обработка информации. От этого может страдать процесс слюноотделения. Поэтому мы рекомендуем не отвлекаться во время приема пищи, в спокойной обстановке принимать пищу, акцентируя свое внимание на тщательном пережевывании. Дальше наш пищевой комок попадает в пищевод, затем в желудок, в тонкий кишечник. В 12-перстной кишке находятся протоки, которые выводят ферменты поджелудочной железы и соответственно желчь, которая у нас хранится в жадочном пузыре и синтезируется печенью. Там происходит процесс обработки ферментов и дальше пищевой комок двигается у нас по кишечнику вниз к толстому кишечнику. Мы уделяем очень большое внимание нашему кишечнику. Почему это так важно? Я всегда акцентирую внимание на то, что очень большая площадь нашего кишечника, если разгладить все микроворсинки, все складочки, то площадь кишечника занимает до 400 квадратных метров. Просто представьте, насколько это огромная поверхность, от которой идет достаточно большое количество нервных клеток. И эти нервные клетки посылают сигнал в наш головной мозг. Если случаются какие-то неприятности, то естественно сигнал очень мощный. Поэтому сейчас бытует мнение, что в кишечнике столько же нервных окончаний, сколько в головном мозге и неизвестно, что важно. Именно поэтому мы уделяем большое внимание состоянию нашего кишечника. Что еще важно? В кишечнике содержится достаточно большое количество микроорганизмов, наши микробиоты. Она содержит как полезные для нас бактерии, так и условно-патогенные, которые при определенных условиях могут вызывать воспаление и нарушать функцию кишечника. Поэтому очень важно, в каком состоянии находится ваша микробиота. И мы в нашем центре тоже обращаем на это внимание. Что еще важно? В кишечнике происходит процесс, который называется инактивация гистамина. И поэтому, когда мы с вами едим, если вдруг в кишечнике не хватает фермента, который у нас инактивирует гистамин, то мы можем видеть так называемые псевдоаллергические реакции. Это при непереносимости гистамина, которые формируются. Поэтому в нашем центре мы тоже уделяем очень большое внимание на ваши жалобы, которые вы предъявляете при первичном осмотре. Кишечник — это еще и серотониновый центр, в котором выделяется достаточно большое количество гормона серотонина. Как мы все знаем, это гормон радости и счастья. И если есть проблемы с синтезом этого гормона, то здесь мы можем тоже видеть такие неблагоприятные жалобы, как снижение настроения, нету ощущения радости в жизни. Поэтому на это мы обращаем тоже большое внимание, когда проводим опрос во время наших первичных осмотров. Есть прекрасное вещество, которое мы называем дирижером пищеварения — это ацетилхолин. Ацетилхолин — это вещество, которое вырабатывается в нервных симносах и тоже отвечает за процессы пищеварения. Какие же основные эффекты ацетилхолина? Это активация выработки пищеварительных соков, это активация сокращения желчного пузыря, активация моторики кишечника и снижение сфинктеров для того, чтобы не препятствовать прохождению пищевого комка по желудочно-кишечному тракту. Здесь тоже очень важно, в какой обстановке мы с вами принимаем пищу. Обстановка, которая не способствует концентрации внимания на еде, опять же препятствует выработке достаточного количества ацетилхолина. И соответственно, здесь снова наш совет — обращать внимание, как вы кушаете. Попробуйте успокоиться, если нервничаете, какое-то время посидеть в тишине, успокоиться и уже потом приступать к пище. Это позволит более правильно нашему организму выделять все ферменты, все вещества, которые способствуют пищеварению. Мы с вами поговорили о нашей естественной физиологии. И отсюда вытекают те советы, которые мы даем нашим гостям, те советы, которые лежат в основе методики питания по Майеру. Ешьте медленно, в спокойной обстановке, не отвлекаясь ни на что. Тщательно пережевывайте пищу 30-40 раз для того, чтобы она активно смочилась слюной и измельчилась. Это будет способствовать хорошему естественному пищеварению. Прежде чем проглотить еду, если вам не хватает собственной слюны, мы рекомендуем смочить или чайной ложечкой йогурта, или чайной ложечкой молока нашу пищу. Если вы почувствовали, что вы наелись, отодвиньте тарелку — не надо переедать. Пищу мы принимаем три раза в день. Это очень важно, и мы об этом чуть попозже с вами поговорим, для чего мы это делаем. У нас достаточно ранний ужин, и если мы с вами не ужинаем совсем, такие варианты тоже у нас возможны. Интервальное питание, ужин как можно раньше или его полное отсутствие. Что важно, мы не рекомендуем в вечернее время включать в пищу свежие овощи. Они могут способствовать газообразованию. Для того, чтобы у нас был хороший глубокий сон, мы к нему готовимся, и, соответственно, исключаем те продукты, которые могут ему помешать. Поэтому также мы не рекомендуем в вечернее время прием сладких каких-то блюд и фруктов. Что еще важно? Мы рекомендуем гулять после каждого приема пищи. Очень важно насыщать кровь кислородом. Если не хватает кислорода в нашем организме и происходит обмен веществ бескислородный, то у нас формируется молочная кислота как продукт этого обмена. И, соответственно, закисляются наши ткани. Так как мы создаем оптимальные условия для оздоровления нашего организма, то мы не должны этого допускать. И здесь мы должны насыщать кровь кислородом для того, чтобы все наши продукты окислялись и снижался уровень вот этой мочевой кислоты, которая может формироваться. Как долго мы рекомендуем придерживаться нашего питания. Точно также, как вы сломали, например, если ногу, накладывается гипс и пока нога не заживет, кость не срастется, гипс у нас остается на месте. Точно также и с питанием лечебным. Если есть какие-то жалобы у вас еще на том протяжении, пока они сохраняются, мы рекомендуем лечебное питание по майру как восстановительное для того, чтобы улучшить обновление, заживление кишечника, улучшить его состояние. А потом уже индивидуально мы можем с вами расширять рацион в зависимости от того, какие у нас получены результаты по обследованию. Основные принципы лечебного питания по майру. Это сбалансированное питание, где мы нормализуем кислотно-щелочной баланс. Исключаем все виды непереносимости и для того, чтобы максимально улучшить состояние нашего кишечника. Включаем в рацион продукты с низким содержанием гистамина и, соответственно, исключаем из него продукты с высоким содержанием гистамина. Наш рацион оказывает терапевтическое воздействие, очень легко согласуется с индивидуальными потребностями каждого человека и способствует плавному переходу от лечебного питания к здоровому питанию в обычной жизни. Какие же основные лечебные эффекты мы с вами видим при питании по майру? Это улучшение работы желудочно-кишечного тракта, нормализация процессов слюноотделения, обновление наших вкусовых рецепторов, потому что наша пища не содержит большого количества специй, соли и в ней нет химических веществ, которые усиливают вкусы. Поэтому, питаясь по нашей методике, рецепторы обновляются у вас и вы заново учитесь чувствовать вкус натуральной пищи. Что важно, когда вы медленно жуете в спокойной обстановке, вы как бы заново учитесь естественному процессу употребления пищи и естественному процессу пищеварения. Благодаря питанию по майру мы видим улучшение состояния здоровья, нормализацию веса. Так как питание сбалансированное, то здесь может быть изменение состава тела с увеличением мышечной массы, если вы занимаетесь физически. Повышение жизненного тонуса, работоспособности, а также улучшение качества сна, улучшение качества и продолжительности жизни. Питание по майру помогает нам снизить инсулиновую нагрузку в организме. Да, инсулин очень нужный гормон, который открывает как ключик в клетку, дверцу, для того, чтобы туда зашла глюкоза, как питательный субстрат. Но когда инсулина слишком много, это тоже не очень хорошо. И здесь трехразовое питание способствует коррекции высоких цифр инсулина для того, чтобы нормализовать наши внутренние процессы в организме. Также снижение инсулина помогает нашему организму в достаточном количестве синтезировать соматотропный гормон. Это прекрасный гормон, который вырабатывается ночью и у детей способствует росту, а у взрослых помогает поддерживать нормальную массу тела. Почему? Потому что соматотропный гормон синтезирует, заставляет синтезироваться наши белки и запускает процесс расщепления жиров липолиз. Он вырабатывается в ночное время, и поэтому так важно ложиться спать вовремя. И в нашем уходе, конечно же, мы большую роль уделяем и режиму дня. И поэтому питание неизменно с ним связано. Поэтому наших гостей мы всегда кормим в одни и те же часы для того, чтобы организм работал слаженно. Какие же еще эффекты есть у соматотропного гормона? Так как я уже сказала, соматотропный гормон помогает синтезировать белки, то он в том числе и синтезировать помогает белки, которые недавно были открыты. Они называются сиртуины. Это белки, которые нейтрализуют гены старения. Поэтому если вы правильно питаетесь, если вы вовремя ложитесь спать, то это улучшает не только качество вашей жизни, а также ее продолжительность. Что же включает в себя диета по Майеру? Первая диета – это нулевой стол. Она представляет из себя чайную диету. Это чай три раза в день или чаще, который мы рекомендуем нашим гостям. Следующий стол называется первый. Это классическая диета по Майеру – булочка и молоко. Именно так был известен доктор Майер, как доктор, который придумал диету булочка и молоко. Здесь мы предлагаем гостям безглютеновые тосты и молоко. Какие же тосты мы предлагаем нашим гостям? Это гречневый, мультизлаковый, кукурузный, полбовый. Всегда есть выбор для того, чтобы обеспечить себе вкусный завтрак. Если у вас непереносимость молока, например, коровьего, есть аллергия на это молоко, тогда мы предлагаем вам какие-то другие виды молока, например, козьи или овечьи. Если же есть у вас аллергия на белок, коровьего, овечьего, козьего молока, то здесь вы можете выбрать любое растительное молоко. Если же и растительное молоко вы не очень любите, то здесь мы можем обойтись киселем, например, на основе льна. Каждый гость, который приезжает к нам в центр, сможет выбрать те продукты, которые больше ему по вкусу. Дальше мы расширяем диету и добавляем уже к нашим продуктам какие-то добавки белковые. Здесь тоже достаточно большой выбор как вегетарианских продуктов, так и продуктов животного происхождения. Далее мы добавляем супы, горячие блюда. На диете 3-3, это уже не совсем классическая диета по майру, мы расширяем рацион, который приближен к нашему обычному рациону. Здесь мы можем видеть уже салаты, здесь также разрешены десерты определенные. Этот рацион мы предлагаем нашим гостям, которые приезжают на спа программы просто отдохнуть. Для тех же гостей, которых хотят наибольшего эффекта от программ, мы предлагаем все-таки детокс рационы по майру. Из чего же состоит еще наше меню? Наше меню предлагаются блюда, супы. Как правило, это крем-супы. Мы их называем щелочными супами. Почему? Потому что основная часть в них это овощи, которые являются щелочными продуктами. И соответственно, эти супы состоят только из овощей. Мы не добавляем туда никаких продуктов, которые могли бы раздражать или сильно активировать наш желудочно-кишечный тракт. Только овощи, они варятся, измельчаются, суперируются и подаются нашим гостям. В супы можем добавлять небольшое количество масла. Надо помнить, что продукты в нас делятся на кислые и щелочные. И вот щелочные супы, в которых содержатся овощи, как раз это классический пример такого блюда. Также к щелочным продуктам относятся молоко, сливки, травяные чаи, которые мы предлагаем нашим гостям в большом количестве. И минеральная щелочная вода. С минеральной щелочной водой надо быть немножко осторожнее, потому что мы знаем, что есть несколько видов минеральных вод. Это столовая вода, лечебно-столовая и вода лечебная. Поэтому каждодневный прием рекомендован только столовой воды минеральной. Если же вы хотите включить в свой рацион лечебно-столовую или лечебную минеральную воду, пожалуйста, посоветуйтесь с вашим доктором. Помимо щелочных продуктов, также существуют продукты кислые. К этим продуктам мы традиционно относим белковые продукты. Это мясо, это рыба, отдельные овощи, которые содержат органические кислоты. Например, традиционный для нас щавель. А также кисломолочные продукты. Это йогурты, это кефир. Поэтому здесь мы стараемся в центре создать баланс этих продуктов, потому что и те, и другие для нас очень важны. Мы говорили о том, что на третьем столе мы уже можем разрешать определенные виды фруктов. Какие же фрукты мы можем с вами включать в рацион? Это фрукты, которые содержат достаточно низкое количество фруктозы, фруктового сахара и обладают своей ферментативной активностью, которая помогает поддерживать пищеварение. Что же относится к этим фруктам? Это бананы, это манго, это папайя, это ананас. Из этих фруктов в центре наши гости могут позволить себе небольшие десерты, так как они разрешены по методике питания по майру. Еще мы можем включать в рацион горький шоколад с большим содержанием какао и солодовый кофе. Это кофе из цикория. Эти продукты также разрешены. Что касается подсластителей, которые используются, то мы чаще всего рекомендуем использовать натуральный подсластитель стевию, медовую траву. А стевиозид, который в ней содержится, в несколько раз слаще сахара, но при этом не вызывает повышения инсулина в организме и, соответственно, не мешает тем терапевтическим эффектам, которые достигаются при питании по майру. Надо помнить, что помимо наших привычных продуктов мы не забываем и про масла. Масла очень важная составляющая нашего рациона. Здесь они должны быть разнообразны на вашем столе. Это могут быть масла, богатые омега-3 или омега-9 полиненасыщенными жирными кислотами. Мы активно используем оливковое масло в нашем рационе, тыквенное масло. Это может быть льняное масло, масло конопляное или масло грецкого ореха. Чем разнообразнее палитра масел, которые представлены в вашем рационе, тем лучше. Какие же напитки мы рекомендуем при диете по майру? В первую очередь мы не рекомендуем употреблять кофе зерновой, фруктовые соки, так как они содержат достаточно большое количество сахара. Не рекомендуем фруктовые чай, черный чай. Они все являются закисляющими продуктами. Естественно, не рекомендуем сладкие газированные напитки для того, чтобы исключить все те вещества, которые могут влиять негативно на наш желудочно-кишечный тракт. Между приемами пищи мы рекомендуем употреблять чистую воду или травяные сборы. Также разрешен овощной бульон, который варится на корнеплодах. Корнеплоды убираются и вот этот бульон мы тоже предлагаем нашим гостям между приемами пищи. Разрешен солодовый кофе, разрешено кокосовое молоко и разрешен зеленый чай. Зеленый чай это напиток долгожителей. В нем содержится достаточно большое количество активных веществ, антиоксидантов, которые способствуют в том числе и восстановлению нашего кишечника. Именно поэтому в утренние часы после завтрака вы можете побаловать себя чашечкой зеленого чая. При питании по Майеру мы исключаем любые виды непереносимости, поэтому очень важно на первичном приеме собрать правильно ваш анамнез и ваши жалобы услышать. Наши доктора уделяют этому особое внимание и поэтому именно какие-то моменты во время первичного приема могут нас натолкнуть на том, что у вас есть непереносимость тех или иных продуктов и можем вам предложить дополнительно обследоваться. Какие же важные непереносимости мы всегда учитываем? Первое это непереносимость фруктозы. Непереносимость фруктозы это всегда состояние, которое формируется уже у человека. С чем оно связано? Оно связано с тем, что снижается по каким-то причинам количество переносчиков глют-5, которые переносят фруктозу через стеночку кишечника. И здесь, когда формируется такое состояние, могут быть жалобы на вздутие живота после приема фруктов, на бессонницу, на состояние депрессивное, может быть повышена чувствительность к боли. И наши пациенты, как правило, часто не связывают это с тем, что они едят. И когда мы начинаем уже более подробно их расспрашивать, то мы находим эту связь между приемом пищи определенной и жалобами. Что же мы делаем в таком случае? В таком случае мы с можем провести дыхательный тест, он нагрузочный, водородный дыхательный тест с помощью аппарата гастролайзер. Тест занимает всего два часа, достаточно прост. Сначала вы дышите в аппарат натощак, потом вы выпиваете раствор фруктозы и, соответственно, тоже два часа через определенный интервал на времени снова дышите в аппарат. Он измеряет выдыхаемый водород, строится график. На основании этого графика мы делаем выводы, есть ли непереносимость фруктозы. Почему так много внимания мы уделяем непереносимости фруктозы? Фруктоза сама по себе, если она не усваивается из организма, не уходит. Создает стойкое соединение с аминокислотой трептофан. Помните, в самом начале я рассказывала, что кишечник это серотониновый центр. Основой для синтеза серотонина является аминокислота трептофан. С помощью определенных ферментов она превращается сначала в 5-гидроксит трептофан, а потом уже в серотонин. И если у нас с вами в организме не хватает трептофана как субстрата для синтеза серотонина, то здесь как раз мы с вами можем видеть снижение настроения на фоне непереносимости фруктозы. Как же связан сон и как связана бессонница, спросите вы меня? Здесь тоже все очень просто. Дальше трептофан превращается через гидроксит-5 трептофан, через серотонин превращается в вещество, которое мы называем мелатонин или гормон сна. И опять же, если не хватает нам предшественника мелатонина, аминокислоты трептофана, то здесь может снижаться качество нашего сна, так как именно гормона сна нам будет не хватать. Поэтому здесь, если мы выявляем с вами непереносимость фруктозы, есть очень хорошие диетические рекомендации, которые дает вам доктор. Мы оставляем определенные виды фруктов, о которых мы с вами говорили, в которых очень мало фруктозы. Они разрешены на первом этапе терапии. Далее мы вводим по индивидуальной непереносимости ягоды, в которых содержится достаточно маленькое количество фруктозы. А потом уже на третьем этапе мы пробуем с вами ввести продукты, в которых содержится много фруктозы. Например, виноград, яблоки. И очень часто наши гости приходят именно с жалобами на то, что плохо они переносят яблоки. Это такой косвенный признак о том, что есть непереносимость фруктозы. Но, к сожалению, как бороться с непереносимостью фруктозы мы еще не придумали. Поэтому здесь всегда используется только диетологическая стратегия. Поэтому, если, к сожалению, вы не можете употреблять фрукты из списка, в котором много фруктозы содержится, то здесь мы их тогда полностью исключаем из нашего рациона. Какие же продукты содержат большое количество фруктозы? Это яблоки, которые я уже упоминала, это груши, это виноград, персики и абрикосы. А также большое количество фруктозы содержится в меде, о чем мы часто забываем. В нашей любимой клубнике, в малине и в сладких десертных винах. Поэтому, как правило, эти продукты мы исключаем из рациона наших гостей, у которых выявляется непереносимость фруктозы. Еще один вид непереносимости, на который мы всегда обращаем внимание, это непереносимость лактозы. С чем же связана эта ситуация? Здесь снижается количество энзима, фермента, который называется лактаза. Состояние это может быть врожденным, но это отдельная история, или опять же приобретенным. Снижается ферментативная активность лактазы. Причин может быть очень много. Это может быть нерациональная антибиотикотерапия, это может быть снижение продуктов питания молочных в вашем рационе. Если давно не ели кисломолочные продукты, не пили цельное молоко, то здесь активность фермента снижается, и мы тоже можем видеть признаки непереносимости лактозы. Как же проявляется данное состояние? Как правило, после того, как вы употребляете кисломолочный или молочный продукт, может наблюдаться вздутие живота, может быть нарушение стула по типу диареи. Здесь мы тоже можем с вами увидеть положительный нагрузочный тест при исследовании на аппарате гастролазер, или же хороший эффект от элементационной диеты. Что это означает? Это означает, что если мы с вами исключаем данные продукты из нашего рациона, то эти жалобы к нам не возвращаются. Необходимо помнить, что продукты, которые содержат лактозу, это продукты животного происхождения. Соответственно, молоко, коровье, овечье, козье, верблюжье, остальные виды молока будут содержать в своем составе лактозу. Так как в нашем центре исключаются продукты, содержащие лактозу, то мы вам предлагаем продукты безлактозные. Как это делается? Сначала ферментируется молоко специальным ферментом, который снижает количество лактозы, и потом уже из этих продуктов, из молока производятся продукты кисломолочные. Поэтому мы исключаем этот вид непереносимости, который называется лактозная недостаточность. Следующий вид непереносимости, на который мы тоже обращаем внимание, это непереносимость гистамина. Здесь может наблюдаться аллергические возможные реакции, зуд, покраснение кожи, периодические высыпания на кожу, обострение каких-то воспалений. И, как правило, у таких гостей есть опыт обращения к аллергологам, проведение определенных анализов, но все эти анализы показывают, что аллергии на продукты питания нет, реакция есть. И тогда мы задумываемся с вами о гистаминовой непереносимости. Почему же она возникает? Как я уже говорила, в кишечнике происходит инактивация гистамина благодаря ферменту диаминоксидази. Если по каким-то причинам активность этого фермента снижается, то, соответственно, снижается способность организма инактивировать гистамин. Если мы с вами употребляем в пищу продукты, которые содержат большое количество гистамина, то он не успевает инактивироваться, и мы видим вот эту псевдоаллергическую реакцию со стороны нашего организма. Что же делать, спросите вы? К сожалению, мы тоже пока не научились бороться с этим, поэтому здесь тоже важна диетологическая стратегия. Мы исключаем из рациона продукты, богатые гистамином. Что же относится к этим продуктам? Это выдержанный сыр, это красное вино, это сыровяленые мясные продукты, копченые колбасы, клубника. Большое количество гистамина содержится в шоколаде, поэтому вот эти продукты в первую очередь мы рекомендуем исключать. Также в определенных видах рыбы содержится гистамин. И, соответственно, если мы исключаем эти продукты из нашего рациона, занимаемся восстановлением кишечника, то, как правило, все вышеперечисленные жалобы нас больше не беспокоят. Но как только мы снова начинаем употреблять продукты с высоким содержанием гистамины, мы можем вернуться в то же самое состояние, поэтому здесь очень важно придерживаться лечебного режима элиминационной диеты. И непереносимость глютена. О глютене сейчас очень много сказано, но мы давайте тоже об этом немножечко поговорим. Где же содержится глютен и что он из себя представляет? Глютен – это белок, который содержится в злаковых. Раньше тоже мы использовали в пищу, наши предки использовали в пищу злаковые. Но не было такой реакции со стороны нашего кишечника, со стороны нашей пищеварительной системы. Почему, спросите вы? Потому что, к сожалению, поменялось качество глютена, увеличилось его содержание благодаря селекции в злаковых. И сейчас в десятки и сотни раз зерно содержат больше глютена, чем употребляли наши предки. Поэтому мы для того, чтобы избежать пагубного влияния глютена, исключаем злаковые из рациона. Это не обязательно для всех. Здесь мы опять же тоже исследуем. Что мы смотрим? Мы смотрим иммуноглобулин G4, высокие цифры которого нам могут говорить о формировании непереносимости глютена. И у гостей, у которых мы выявляем высокие цифры, мы, естественно, с вами исключать будем глютен-содержащие продукты. Если же все у вас в порядке, то не злоупотребляя, но данные продукты можно включать в свой рацион. В чем же опасность глютена? Глютен опосредованно воздействует на наши клетки. Он создает предпосылки к тому, чтобы формировать так называемый синдром повышенной кишечной проницаемости. Глютен через белок зонулин расширяет межклеточные связи, создавая туннели между клетками. Это образное, конечно, выражение, но в эти туннели могут попадать вещества, которые в норме туда не должны попадать. Это всевозможные белковые молекулы, аллергены, это всевозможные токсины, в том числе и бактериальные. Именно эти вещества будут вызывать воспаление в кишечной стенке, тем самым раздражая наш кишечник, активизируя нашу иммунную систему. Поэтому для того, чтобы исключить влияние глютена, мы тоже его на лечебном протоколе по Майеру убираем из рациона. Мы с вами поговорили о продуктах питания, но не менее важно то, как они готовятся. Поэтому в нашем центре мы используем щадящие методы обработки пищи. В первую очередь это приготовление на пару, мясные, рыбные продукты. Мы готовим тоже с щадящим методом, который называется сувид. Это приготовление пищи при низкой температуре более длительное время. Обычно продукты, которые готовятся сувид, готовятся при температуре 60 градусов около полутора часов. Данная методика позволяет сохранить мышечное волокно, позволяет сохранить витамины и микроэлементы, которые обычно при высоких температурах могут разрушаться. Также наши продукты готовятся без обжарки, без какой-то мучной пассеровки. То есть минимизируются процессы обработки пищи для того, чтобы пища была более натуральная и вы чувствовали вкус натуральных продуктов. При приготовлении пищи также может использоваться масло. Здесь важно очень правило. Нерафинированное масло, которое не подверглось обработке, мы не используем при готовке. Мы его используем только добавляя уже готовую пищу для того, чтобы наши антиоксиданты, которые там содержатся, не окислялись и мы получили максимум пользы. Если же вы хотите готовить на масле, то лучше использовать те виды масла, которые не горят при высоких температурах и, соответственно, не вызывают в освобождении канцерогенов. Это сливочное масло, кокосовое масло или рафинированное масло. Также при приготовке мы используем маленькое количество соли и используем свежую зелень, но в небольшом количестве. Не используются при приготовлении по методике Майера активные специи, вещества, которые могут активировать сильно нашу пищеварительную систему. Что касается заправок, то кроме масел, про которые мы с вами уже поговорили, мы можем использовать также натуральные заправки. Это лимонный сок и яблочный уксус. Но только при условии, что у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом, вы не страдаете язвенной болезнью, гастритом. Эти заправки помогают нашим гостям, у которых снижена кислотность, потому что они помогают повысить кислотность, тем самым увеличив расщепление белка, который они употребляют, улучшая естественные процессы пищеварения и переваривания пищи. Мы сегодня с вами поговорили про методику питания Франца Ксавьера Майера, которая практикуется в нашей клинике. Нашим гостям, которые проходили программы, мы также рекомендуем какое-то время еще придерживаться лечебного питания дома для того, чтобы достигнуть максимальных эффектов от Майер-терапии. Если нет возможности готовиться настоятельно, вы очень заняты на работе, есть какие-то другие дела и хлопоты, то наша клиника сейчас предлагает готовые рационы для доставки. И те гости, которые хотят придерживаться нашего питания в домашних условиях, могут с легкостью заказать рацион на дом. Обычно рацион согласовывается с доктором, который вел вас на программе и подбирается индивидуально. Если же вы хотите просто попробовать питаться по нашей методике, вы можете заказать наши рационы через наш интернет-магазин. Уважаемые зрители, благодарю вас за внимание. Надеюсь, что после нашей лекции вам стало более понятно о тонкостях питания по методике Майера. Приезжайте к вам в клинику, мы будем рады вас видеть. Желаю вам крепкого здоровья!